Перед нами школа номер 13. Недалеко от церкви. Приехал он, кстати, не только со своей семьей, но и с семьей Керенского, премьер-министра, взяв жену и его детей, чтобы как-то приютить, чтобы они не жили в том... Но Керенскую потом отсюда этапировали детей, а он остался и стал первым коми-архитектором. Я уже рассказал, что несколько зданий, которые показывал вам уже тогда, те здания, которые он предлагал, воплотились только два. Вот это школа и одна из них в Вильгарте. Знаете, наверное, в самом центре. Может, нам отойти подальше, чтобы машины не мешали? Субмашины. Сейчас там у нас в музее. Да, сейчас там музей. Школа, в которой, кстати, училась, училась, кстати, даже моя мама. И моя жена училась в этой школе в Вильгарте. Сейчас там музей, да. Он делал не просто школу, не типовую. Он всегда пытался приукрасить, делал такие современные. Он очень любил швейцарский стиль с балкончиками такими, знаете, интересно. И это здание он тоже построил такое. Сейчас уже почти не видно практически. Ну, наверное, вы помните. Эту фотографию не взял, как она выглядела. Вообще, решение построить школу было принято в 1922 году. Что церковная приходская, которая здесь есть. Кироль уже тоже был таким местечком здесь. И строили ее всем миром. Здесь, на самом деле, конечно, была нанята бригада профессионалов Визыба. Но регулярно проводились субботники, в которых участвовали даже пионеры. Они сейчас, кстати, мох снимали какую-то из деревьев. Он как-то тоже использовался для строительства. В 1927 году школу открыли. Тогда школа еще даже была велика для Кируля. Поэтому там и были курсы кооператоров, там еще какие-то курсы. То есть она носила такой разносторонний характер. А вот в 1969 году ей присвоили несчастливое наименование 13. И сделали ее коррекционной школой. Она была школой для особой детей. Для устанастового. И вот спустя два с половиной десятилетия вот это несчастливое наименование сказалось. Значит, в 2005 году школа сгорела. Вероятно, был поджог. Вполне возможно, что тот из детей, которые, знаете, школы коррекционные, вполне могли и поджечь. Она сгорела. Ее вообще-то удалось потушить. Она не сгорела не всей. Удалось потушить. Обгорела внутренняя часть. И в принципе ее можно было восстановить. Нормально можно было восстановить. Требовалось 25 миллионов. Но для города, на самом деле, не такая уж огромная сумма. Знаете, если сравнить, что там сотни миллионов на ремонт и дорог уходит, не так много. Но решили, что ремонт и дорог важнее и как-то оставили. Школа стала разрушаться. А это объект культурного наследия. Ее нельзя разрушить. С другой стороны, все-таки мы должны как-то беречь. Вопрос обсуждался много раз. В Госсовете обсуждался. Обсуждался на самых разных уровнях. Уже была... Отправлялись в Министерство культуры просьба снять ее с объекта культурного наследия. Получили отказ. Но как объяснил Артур Рудольф, который был министром культуры, мы специально отправили в Министерство культуры, что нам пришел отказ, и тогда мы потребуем отдать им нам деньги на восстановление. Ну вот. Отказ пришел, денег не дали. Вот. Власти долго не знали, что делать. В конце концов, не решили. Была попытка как-то договориться с предпринимателями. Но все отказывались, потому что место неудобное. Вот сейчас объявили аренду, причем предложение было такое. Позавчера последний раз сдала комиссия, поэтому предложение было такое. Аренда на 49 лет, плата 1 рубль в год. То есть чисто символическая. Но вы должны восстановить. Восстановление, на самом деле, здание уже не подлежит. То есть фактически мы уже 13-ю школу не имеем. Но возможен новодел, как, наверное, храм Христа Спасителя, да. Вот. Даже такая идея возникла, что построить каменную, но обшить дерево. Вот. Это уже другой правиль совершенно. Это уже не восстановление. Да, это уже не восстановление. Но восстановление уже не подлежит. То есть будет какой-то новодел, похожий немножко на это. Ну вот. Она останется, типа, как бы, вот такого. Ну, есть запрет. Нельзя устраивать там сауну, нельзя что-то там такое, чтобы определенное. Вот. Но пока все это находится в подвешенном состоянии. Что будет дальше судьбой 13-й школы, неизвестно. Так что, видите, мы еще одно уравнение со многими неизвестными. Но плакат хороший, обратите внимание. Объект культурного наследия. Льготная аренда с условием восстановления, да. Вот единственный оптимистичный момент. Продолжение следует...